Всем большой привет! С вами я, Кристина Лейва, на канале Horror Game, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Beast Inside, что в переводе означает «Зверь внутри». Ну а мы с вами только что нашли здесь аномалию, точнее всего, в предыдущей части, да, нашли аномалию, и я закинулась с пятью разными таблетками, чтобы продолжать с вами играть. Локатор обнаружил сигнал, значит, поблизости еще одно квантовое... что-то там. О, бежим, 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 бежим. Кто-то утопился в колодце? Что это? Это колодец, это не колодец. Нет смысла сюда идти. Не получилось, не срослось. Я пока не понимаю смысл данной игры, я думала, у нас будет здесь кошмарик, но по всей... ой, ой-ой-ой, смотрите, у нас лестница стоит, просто лестница стоит на камне, красная лестница, кровавая, на камне стоит. И это что-то непонятное. Похоже, он поднялся наверх, а как же лестницу-то он? Оставил здесь, она же стоит. А, у нее там... А, надо кинуть, ну-ка. Так. Ёлки-палки. Мы с разгоном можем, офигеть, ребятки. А, может быть, нам нужно наверх, раз она так далеко. О, отлично. Блин, я думала, лестница стоит просто так в воздухе. Как-как-как ее достать-то как? Во. Мы с вами прям... Даша-путешественница. Как много крови, и ведь она даже не высохла. Не знаю, что здесь случилось, но произошло же это недавно. Следы ведут за ворота, или где-то что-то туда, куда-то. Блин, ну здесь прям реально. Офигеть. Пространства-то сколько, а? Необузданного. Непросканированного. Ладно, 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 ладно. Ну, хотя вот это походит на кровь. Это тоже походит на кровь. Ладно, это просто плохие текстуры. Бля. А, надо сканировать точно. Э-э-э. Подождите, я понимаю. А, нет, не понимаю. Думала, надо нам убить аномалию. Ну, пока вроде нигде ничего больше нету. Но надо как-то перепрыгнуть, или что? Черт, ворота заперты. Нужно идти в обход. Чё вы здесь купили вообще, ребят? Ммм, как спрятать их? Пара досок. У нас нету с вами ничего из того, что нам помогло бы. Могло бы помочь, точнее. Нет. У нас у того, получается, челика были прям до хрена всего. А, можно просто раз это... А, мы отрываем. Так, давай, 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 давай. Чё, ты откроешься в тюбиру? Ой. Блин. Надо микрофон покупать. Тот, который... Микрофон, короче, дорогой покупать. Ну, относительно. Который так жмяк, и он звук выключает. А то я столько кашляю, блин, обрезать. Постоянно так лень. Ну, я больше кашля свой обрезаю, чем прохождение игры. Ну, на самом деле-то. Прямо, вот, очень утомительно, я бы сказала. Куплю себе в ближайшее время, как со здоровьем всё порешаю. Куплю себе новый микрофон и звукоизоляцию. Чтобы вам не было слышно клавиатуру. Четырёхлистник, ребята! Мы нашли четырёхлистник с вами! Ура! Ребята, мы будем молоды, счастливы. Мы бесконечно рады в вечность, ребятки. Мы с вами просто молодцы. Загадывайте желание. И я уверена, тут ещё у нас четырёхлистник, ребят. Я уверена, что оно у вас обязательно сбудется. Если вот вы парочкой смотрите моё прохождение. Вот вам. Одному человеку. Второму человеку. Да, возможно, это ещё есть. О, ещё есть. Ребята, мы с вами здесь, кажется, идём в домик к лепреконам. Очень прямо я... Вообще, я помешанная на четырёхлистниках. Я видела пятилистник. Но поскольку он вроде как смерть, я его не забрала. А четырёхлистники я... Первый у меня недавно, совершенно 27 лет, появился. Это моё достижение. 27 лет я нашла четырёхлистный клевер. Да, и я его как бы засушила и положила в сумку. А вот второй я нашла в том году. Я его сразу-сразу сожрала. Говорят, что его надо есть. Смотрите, что у нас тут. Но ничего не изменилось, на самом деле. Поэтому, ребят, если вы верите, то, надеюсь, этот четырёхлистный клевер вам поможет. Если нет, то это всё пиздёж. Поэтому. Нужно перебраться через ворот. Я понимаю, я... А, я всё это время ползла, что ли? Господи, боже мой. Ну, просто сказочно, а. Хочу там жить, только чтобы всех монстров убрали и крови не было. О чём я говорила? Ладно. В общем, надеюсь, всё у всех будет прекрасно. Оу-оу-оу-оу, только не в этой игре. Кровь ещё не высохла, пойду по следу. Может, кому-то нужна помощь. А ты в курсе, что у тебя дома жена беременная, которая ждёт свет? У вас сейчас настанет ночь? Я извиняюсь. Она споткнётся? Я извиняюсь. Сера сшибёт нос, и это в самом лучшем случае. Мы считаем, что это дождём смыла краску. Никто специально так не красил градиентом, чтобы запугивать окружающих. Никто. Абсолютно никто. Давай, потери в бой, ты же другие руками не мог открутить, а тебя обязательно откроешь. Чёрт. Заперто. Намертво заперто. Похоже, там кто-то или что-то висит. Неужели это... Бля, чуть не обосрался. Надо посмотреть, что обнаружил локаток, прежде чем двигаться дальше. Попроси у клеверов открыть ворота нам... Так. Да, блин. Чё-то он какого-то подождите. Почему-то он не достаётся. Минуточку. А, мы просто, типа, слишком далеко. Вон там какая-то хуйня. Блин. Вообще беспомощный... Так, подождите. 85. Ребят, какая-то коробка. Я не знаю, возможно, нужно было сначала всё-таки это сделать. Надо что-то передвинуть, что ли. Чё мы двигаем? Видимо. Передвигаем его, чтобы... Я просто, возможно, думаю, что мы как-то так к воротам попадём. Во. Но надо было сначала отсканировать, прежде чем... Надо было заходить. Правильно я понимаю? Бля. Excuse me. Подождите, у нас здесь была какая-то красная... Херобора. Разве нет? Я с какой-то другой стороны была. Так, подождите, мы что-то потеряли. Сарайчик. Обнаружена аномалия. Так, подождите, а где у нас аномалия там обнаружена? Не понимаю, подождите, как аномалия? Вон там, что-то красная. Блин. Она летает? Ребзя, она летает, прикиньте? Бля, так мы что будем бегать по всем... О, о. Они убили, значит, да? Ну, где эта паскуда? О, фига их тут! Или еще одна где-то была рядом. Куда уползла, тварь? А, глаза, зелено-красный свет. Жесткий. Все, или что-то еще осталось? О. Мы теперь отсканировать не можем. Ну, здрасте, приехали. А, аномалия еще, что ли, одна осталась? Нет. Кто он такой? Что он здесь спрятал? Ну, так посмотри. Орудие убийства! Охотничий нож! Видимо, я им недавно воспользуюсь. Кто-то спрятан здесь. Возьму на зиму на всякий случай, чтобы оставить следы и быть главным обвиняемым в этом преступлении. Пора возвращаться в амбар. Можете, найду боковой вход. В амбар? В амбар возвращаться? Это куда? Какой же ты дебил! Ребят, если вы находитесь окровавленное оружие на улице, на базаре, возле квартиры, в лифте, если вы это делаете вне камер, все, вам пизда. Я серьезно вам говорю, вам пизда. Как выбраться-то отсюда теперь? А, у меня же нож есть теперь точно. Как можно было додуматься на такой хуйне? Он просто не хочет, чтобы он стал отцом, я понимаю. Видимо. Так? На хуй он берет? Сейчас его посадят лет на 10, может даже на 15. Нужно попробовать пробраться внутрь. Я не думаю, что ты ножом расхерачь. Там где-то было на завязке. Вот. В общем, он просто не хочет брать на себя в детстве. Лучше он отсадится здесь в тюрьме, в 15, чем будет мудрым, добрым другом, советником, новому человеку. Видимо. Я не знаю. Я бы сказала, что здесь тоже есть аномалия, знаете ли. Нет? Не, ну ладно, лучше не убирать. Бросить? Что-то бросать хочешь. А, господи. А. Ну, видимо, надо было отойти. Видимо, эта игра не особо приспособлена для того, чтобы в нее играли. Лучше, а реально, в полевых условиях этот клюк прям идеальный. Кто-то наклал. И наклали в уголок, чтобы никто не уволок. Как вообще все эти призраки связаны с теми демонами? Мы, типа... А, лосёна убили. Эх, лосёны. Дверь заперта, придётся искать другой путь внутрь. Ну, в смысле. А мы выйдем теперь оттуда, если мы не можем пробраться-то? А кто здесь лосёну затащил? Господи, кто мог сотворить подобное? Точно не браконьер, скорее всего, какой-то ёбаный охотник-садист. А чё не так? Выпотрашивает тушу оленя, ну... Это, прикиньте, это нормально. А, им шею. Секунду, это пикнет? Слух как будто доносится изнутри. Этот олень подвешен на верёвке. Может, я смогу забраться наверх и спустить его? Нет, они, короче, шею... Охотники шею перерезают, чтобы кровь вся стекала. А здесь именно кишки наживую, что ли? Пиздец. Ну да, ёбаный хуй. Ты хочешь по оленю забраться или чё? Серьёзно, ты хочешь на оленя? А, бля. Я думала, по оленю придётся забираться. Ну чё, ну давай, доставай, чел! Как мне заставить тебя крюк? Во! Нам отъебошат в голову нашу. Мы ещё сильнее дурочками станем, чем есть. На самом деле. О! Это на инсиденте с лассо там было. Было испытание закинуть лассо. Я оттуда всё знаю. Вот это. Да, ну чё? Ну, блин! Сложности, как говорится, перевода. О, болторез. Отлично. Мы можем выйти. Можно тогда и без оленя. Чё? О! О! Коробка. Я могу залезть на ящик, чтобы затянуться на лестнице и зайти наверх. А, я думала, я просто... Понятно. Я думала, что с нами, как обычно, поступили не по-божески, и... Игра зависла на нас. Это очень часто так бывает с нами. Я вот поэтому, я уже ничему не удивляюсь. Ой, бля! Я когда-нибудь я не привыкну к этой игре. Поехали со мной, коробка. Коробка, давай! Коробка, давай! Вообще-то он мог и без коробки забраться на эту лестницу. Чё, пять лет, что ли? По коробкам прыгать. Это уже Outlast напоминает. Уру! 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 Ауч! Тебя сейчас руку оторвёт. Чё ты делаешь? Зачем? Прости, парень. Так, несправедливо с тобой обошлась жизнь. А со мной жизнь тоже несправедливо обошлась, потому что я без мозгов родился. Я ещё блеванул. Предмет добавлен в инвентарь. А что это? Что это за оборудование? И почему оно оказалось... Блядь, а что если... Что, вот и предохранитель! Выходит, уёбок, выпотребший оленя был в нашем доме, а на шампан... Что это я с неумрозом? Зато я нашёл странный предохранитель. Провернуться в подвал, включить лейли и включить электричество. Не нравится мне это, судя по всему, псих, который скромсал оленя, был в нашем доме. У нас жена пропала, когда мы в последний раз заходили, блядь. Ребята, вы поняли, что произошло только что? А я поняла. Первый раз. Конкретно, ясно, чётко и понятно, блядь. У нас с вами в доме был маньяк, который знает, что люди любят свет, и которым нужен предохранитель, блядь. И он, возможно, теребунь, колонашу с вами жену, потом пошёл, зарубил оленя, потому что ему никто не дал в итоге. Созлость, так скажем. И всё. Помню, раньше здесь были ненормальные детишки, заигрывающие с оккультизмом. К тому же, внутри оленя я нашёл военное оборудование. Видимо, местные решили оказать новым соседям радостный приём. Остаётся надеяться, что они не разделяют нас, как индейку на День Благодарения. Не разделают. Ну вот, я вот уже сомневаюсь в этом. Потому что, когда находишь свою вещь какую-то в чужом, блядь, олене, это же надо додуматься, что мы дойдём до того места, чтобы мы нашли. И чтобы мы поняли данную угрозу. Очень интересно, на самом деле. И дверь так благополучно открыли именно в сторону нашего дома, которая была закрыта повешенным оленем. Прямо, прям к выходу приходим, офигеть. Ой, она не обрадуется, ой, она не обрадуется вообще. Ещё дверь раскрыта, мы уже закрывали за собой. Эмма! Эмма! Ну всё. Нижены. Никого бы то ни было ещё. Не, лучше, чтобы, конечно, кого бы то ни было, ещё не было. Всё, у нас есть дома свет. Но, как мы выяснили, к нам в дом, кажется, электричество заработало. Очень легко проникнуть, и... Можно снова лишиться генератора. Пора возвращаться под каблук Кэмми. Сейчас есть только третий месяц, неужели так будет продолжаться до самых родов? Чувак, лучше, чтобы так продолжалось до самых родов, чем не продолжалось до самых родов. Потому что если так не будет продолжаться до самых родов, значит, что-то плохо. Ну, вообще, первый месяц, первые три месяца, первый триместр организм, получается, привыкает к новым ощущениям, так сказать. Гарбон! Господи, женщина, ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Успокойся, ладно? Интересно, кто тут жил? Какой-то волшебник? А то! Гарри, сука, Гудзини! Может, он не мог выбраться с этой шляпы? Слушай, а где ты её нашла? Я недавно читала такой. Наверху. А теперь смотри внимательно. Если из неё выскочит кроль, я хочу, чтобы мы сделали из него рагу. Та-дам! Та-дам! Умно. Решила задобрить меня магией? Ну и с чего начнём? Какое-то время спустя. Угу, видимо, пробки нас всё-таки не выбило. Не забрали, нахрен. Нахрен. Бокс фул оф... Чё? Полная коробка козу, чё? Родная, мне что, напоминать тебе указания доктора? Да ты и так постоянно это делаешь, что мне не обязательно сидеть без дела. И всё уже в твоём положении? В моём положении ничего страшного. Я всего лишь беременна. Ну как скажешь. Какое-то время спустя... Это какое? Третий месяц? Почему у неё живот ещё не видно? А, ну видно немножко, ладно. Хорошо. Недели две прошло, наверное, значит. По новой цели покрасить стену, потом расставить дом, потом купить собаку, потом устроиться на работу. Раз не позволяешь помочь, буду мучить тебя вопросами. Тебе уже что-то звонили с работы? Нет. А ты дал им наш новый номер. Родная, это ведь правительство. Уж поверь, они даже знают, что ты ела на завтрак сегодня. Ммм, брр. Это как-то жутко. Ты когда-нибудь хотела заниматься чем-то, кроме криптоанализа? Я ещё до того, как поступил в ЦРУ. Она-то вообще-то... А, я не могу её красить и читать! Короче, она заливает что-то про работу. Я залита. Подождите, я тут это, маляр. А надо в красочку окунуть, у нас высохло уже всё. Я чё, должна всю стену красить? Серьёзно? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. На что смотришь? Может, передвинуть этот комод? Кажется, за ним что-то есть. Мы никогда так стены не покрасим, ребят. Никогда. Пожалуйста, не напрягайся, жена! А, самый опасный срок. 12 недель. 14-12 недель. Офигеть. Господи. Теперь я жалею, что напялила эту шляпу. Интересно, кто это парень? Может, если мы повесим его в спальню, он придёт к нам во сне и всё расскажет? Сначала я повешу тебя. Ладно-ладно. Прости, дружище, но ты отправляешься в подвал. Для джентльмена из предыдущего столетия лучше место и не придумать. Можно не я пойду, пожалуйста, туда? Опять, несколько дней спустя, у нас скоро живот будет уже размером с дирижабль. У нас двойная девочка, мальчика, ещё неизвестно. Какие старинные картины, они меня немножко пугают. Я бы не стала вешать дома незнакомых людей. Мне бы казалось, что они следят за мной постоянно. И знаете, лица такие ночью у них искажаются, и они начинают говорить между собой, как в Гарри Поттере. Бз-бз, мазафака! Это мне уже, получается, ремонт сделали, или это просто комната, которая была? Чёрт, наверное, звонят с работы. Ооо, воу-воу-воу, какая красота! Где у нас звонит? Что? Алло, это Дэвид. Ну вот, босс, сейчас вы начнёте на меня давить, и меня тут уже бросит в пот. Я не хочу наседать, но от тебя не было никаких новостей уже неделю. Поэтому я подумал, может, его с узрами медведей или волки, надо бы позвонить. Я ведь сейчас застрял в этом лучшую, верно? Да, уж не то слово, застрял. Ты не один такой. Три четверти команды занимаются русским дятлом, и в придачу к этому пропал Гарольд. Гарольд? Парень, который перехватывал телеграммы? Не знаю, стресс? В последнее время у него была паранойя, ему с удумеречились русские. Либо он съехал с катушек и совершил какую-то глупость, либо советы до него всё-таки добрались. Блин, на нашей земле? Они могут быть повсюду. О том, что он был двойным агентом, я даже думать не хочу. А что ещё хуже? Билл и Милдер закроют проект, если за следующую пару недель мы не совершим прорыв. Документы от Дженнис я взял с собой, сейчас разберусь. Удачи. И передавай привет жене. Позвоню тебе через пару дней. Угу. Вот тебе и он. Использовать машинку в кабинете. Цифровая машинка стоит в кабинете, пора бы браться за работу. Я что, должна твою работу выполнять? Ну ты что? Ну ты что? Ну зачем? Но красиво. На самом деле, прямо они действительно потрудились над ремонтом. А детская, интересно, где? Да подождите со своей работой, да детскую поищу. Тут у нас закрыто. Тут у нас закрыто. В нашем собственном доме мы не можем ни черта делать. Окей. И тут у нас закрыто. Видимо, мы можем только работать. Хотя на второй этаж ещё можно сбегать. Жена, 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 жена. Алло. Алло, вы тут? Ууу, спальника. Спальника это хорошо. Моя мама курит трубку. Курит трубку. А, бабушка, господи. Моя бабушка курит трубку. Курит трубку. Бабушка моя. Чё, где скрытое послание у нас? О, чё? О, чё ты, чё тебе надо? Чёрт, ове, ове, оведи, а ведь я до сих пор чувствую запах табака. Какая мерзость. Хорошо, что я бросила курить. У меня на работе все курильщики после сорока дохнут, как мухи. И не нужны никакие советы с их суперсекретным оружием. Что я только что жмал? Ай-яй. Окей. Детскую комнату мы так и не нашли. Окей, ладно, идём работать. Какой ковёр? Всё, теперь точно идём работать. Ну, пощадите, ну, пощадите вы меня. Что же вы у меня такие нетерпеливые? Мне нравится чужить... Чужить. Ходить по чужим квартирам. У меня квартира 28 метров, блин, жилая. Даже, наверное, меньше. Хочу ходить по чужим квартирам. А, стоп, мы с вами не то нашли. Я думала, мы с вами нашли наше рабочее место. А где у нас тогда машинка наша с вами? Эм. Эм! Эм! Иди сюда! Машинку нашу не видела, не? Он же не имеет в виду машинку, как машина. Стоящая. Правильно? Так, у нас здесь, видимо, будет подростковая... Чё у нас везде коробки, спицы? Вообще офигеть. Интересно, если мы коробки, спицы выкинемся, у нас ачивку какую-нибудь дадут? Слишком много коробок, спицы и спален. Зачем нам столько спален? Хватит отлынивать, нужно вернуться к работе. Да, её подраз... Если бы я знала, где твоя работа находится, ты мне хотя бы карту бы сказал. Дау. Вот, Йента фламинго выпукла. Подожди, он что, с тремя лапами? А, нет, это перо. Это просто нейросеть рисует 4-5 лап фламинго, и ему нормально. Ей нормально. Я не могу найти комнату, поздравьте меня. Эн! Как её? Эмма! Где наша рабочая зона? Кто мне скажет, блин? Мы спали здесь. Возможно, здесь рабочая зона? А, вот машинка. Это не та машинка, ёпта. Ну, хорошо, тогда я точно не понимаю, что нам делать надо. А, он декодер. Это, видимо, какая-то машинка декодера. Нам сейчас надо загадку решить, что ли? Вот это мы молодцы с вами. А, вот это пишущая машинка, как, опять же, в Нейнседрю. Французская какая-то штука была. Машинка тоже там. Платье для первой леди. Эмма знает, как взбодрить меня. Она налила моё любимое кофе. Так, и как это делается? Сначала... Так, посмотрим, что там в руководстве. Бля, руководство, ну нет. Ну, пожалуйста, ну нет. Я не люблю загадки такие. Где руководство-то, ёпта? А, вот оно. Подянь крышку и вставить цилиндры. Так, ну это просто. Пожалуйста, следуйте инструкциям перед включённым устройством. Так, откройте верхнюю крышку и используйте ручку справа. Далее разместите цилиндры, помеченные римскими цифрами, соответствующие пазы. Угу. Закройте крышку. В окошках слева направо установите следующую последовательность чисел 2, 14, 6, 22. Это называется начальная позиция. Откройте нижний ящик устройства. Подключите провода к ящику в следующей последовательности. Закройте нижний ящик. Запустите проверку, используя проверочный код. Пятница. Если после выполнения вышеуказанных действий сообщение будет расшифровано, неверно вам придётся провести калибровку заново, начиная с первого этапа. Так, ребят, только что вы видели нарезку того, как я запускала машину по инструкции. Ой, дальше, по всей видимости, мы уже ничего с вами не увидим. Это прямо очень сложно, мы прям работаем дошифровщиками с вами сейчас, это жесть. Хотя, по всей видимости, надо просто сейчас будет цифры, да, ввести, буквы соответствующие или что? Что это? Похоже, сообщение зашифровано шифром Энигмы, чтобы расшифровать его, нужно подобрать... Как же мне настроить машинку? Возможно, этот человек использовал мою таблицу кодов, чтобы зашифровать послание. Как понять, какую комбинацию он использовал? Блять, попробовать все 30 вариантов, видимо. Римская 5, 3, ST. Видимо, это должно помочь мне с шифром. Но что это значит? Как применить это к Энигме? Ну, в смысле? Ну, в смысле? F, 5, 3... А, нет, не в смысле. Я думаю, это все здесь будет печально. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот она. А, фух! Доверяй лишь себе, звучит зловеще. Кто это написал? Ой, мои глаза! Дальше что? Проверьте комбинации 29 и 30. Ну, погнали. А можно нет? Пожалуйста. А он сам делает. Бесполезно, сука! Это я все-таки 30 минут, блин, пока пыталась сделать. Капец, даже с этим, даже с ответами. Очень сложно, ребята, это какая-то жопа. Чудовищное преступление потрясло. Блядь, кажется, это наш дом. Ой, что это за всем пиздец? Серьезно. Я бы с тобой полностью согласна. У меня сейчас глаза из жопы вытекут, а так? Господи, сколько лет это здесь пролежало? Это что, кровь? Или просто ржавчина? Неужели это то, о чем я думаю? Еще и записки Николаса? Ой, она сейчас с вами пернет туда. Страх. Все болит. Что ж, значит, я жив. Все болит. Что ж, значит, я жив. Черт! Чуть не сломал себе шею. Вблизи он. Едва напоминал человека. Когда это существо набросилось на меня, я почувствовал, как меня наполняет боль. Его боль. Такое со мной впервые. И этот взгляд, как у затравленного животного. Я был так потрясен, что не мог даже пошевелиться. Хотел закричать, но кто-то словно вырвал мне голосовые связки. Кто это такой, черт возьми? Что он сделал в спальне моего отца? Угу. Я не помню, где мы. А, мы с вами упали с лестницы в прошлый раз. Окей. Ну и по факту, здесь, скорее всего, бежать не надо, потому что это прошлое. Мы уже ничего не изменим от того, что будем бежать. Вот мы свалились с вами отсюда в прошлой части. Что он делает в нашем доме? Это из-за него пропал мой отец? Что если в подвале? Рука правосудия. Нет, лучше не думать об этом. Чья бы эта кровь не была. Осмотреть спальню отца. Так, все мы с вами понимаем, что нам нужны спичечки. Вот, по-моему, спичечка была. Странно, куда надо делать. Вот. И мы с вами сейчас идем, 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 идем. Идем. Я просто охуя... Я час играла вот до этого момента. Я не знаю, сколько у вас, минут 15, наверное, сейчас вам видно. Ой, ну я играла целый час. Жестко, 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 еще раз жестко. Хотя нет, мы с вами довольно-таки бродили в этом... Как его? Скажите мне, в сарае очень много. Подождите, нам же сказали вниз спуститься, разве нет? А, это следующая дверь. А, нет, подождите, нам сказали найти комнату отца. А, все комнаты, по-моему, наверху были. В общем... Жестко. Сейчас мы с вами постараемся быстренько, чтобы нас быстренько убили. Да. Ёпт, ёпт! А, голова! Я даже не хотела почитать. Тебе сюда нельзя, слышал сопляк, чтобы ноги твоей здесь не было. Это как бы мой семейный дом. Что со мной? Мне говорили выбраться из комнаты, чтобы больше такого не повторится. Мне обещали. Ты не один. Кто-то играет со мной. Боже милостой, что здесь произошло? Как будто смерч прошел. Кто такая Мария? Что вообще здесь произошло? За что она просит компенсацию? Старый скряга, жизнь человека для тебя вообще ничего не стоит. Я не просила огромных денег, только маленькую сумму, но ты не хочешь дать мне ни цента. И это после того, как мой муж остался с жизнью по твоей вине? Даю слово, я так это не оставлю. Мария. Да, ёпт, твою мать. Какого чёрта? Нужно найти другой вход. Ну как бы вот есть. Не нравится тебе? А, это вообще не то. Больше у нас здесь... Ау! Оу! Так, мы на втором этаже... А, и на каком этаже? Нам сейчас не будет бобо. Тоже знакомая ситуация. Тёмный аккордизм есть на моём канале. Всем очень советую. Лазили своим поддомом, убегали от кукол жутких, от монстров, от баб всяких, которые нам пытались печёнку вытащить через спину, когда мы лазили. Бля, потуши, потуши, сука, поташ... Не тушит, бля. Печно горячая спичка, ребят. У меня примерно такая же спичка, короче. Я знаю, что есть походные такие спички. Вы будете на ужин у нас, блядь. Вот, походные есть спички, и есть ещё спички, аромаспичка для свечения. Такие длинные и очень толстые. Вот у меня есть... Две... 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 Чё, блядь, есть две спички дома у меня? Нет, у меня есть дома две пачки спичек таких, и они очень много горят. Пожалуйста, не беги на нас. Глаз ему, блядь, ткни нахуй. Сука, что это за милость? Мы на втором этаже были. Чего ты возьми? Будто сам дом пытается меня убить. Это называется карма, чувак. Скорее всего. А, мы что, в кабинет отца попали сразу? Надо было в комнату отца попасть. Помню, как это происшествие расстроило отца, а смерть Джорджа и вовсе его добила. Отзрыв в штате, свидетельство... Короче, что-то там произошло у них. Кто-то нам... О-о-о! Стрелять придется! На всякий случай, но я бы предпочел никого не убивать. Я бы тоже предпочла, чтобы ты никого не убивал, потому что если будешь убивать, ты буду убивать, и я, блин. Отмычка. Спуститься в подвал. Ну и давайте не будем просто лишний раз тратить наш свет и сразу идем в точку. О-о-о! А-а-а! А как это работает? Собака-то сутулая, ну... Да, блядь! Я понимаю логику! Я просто не успеваю. Да, блядь, господи! Да, блядь, господи! Да, блядь, господи! О-о-о! Неужели? Фух! Нам надо в подвал идти, да? Опали, березка стояла. Ну, опали, Андрей, стояла. Можно выйти отсюда. Ладно. 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 Раз шумеет тут мне. Подождите, а мы как-то зашли. А выбраться-то как отсюда? Я извиняюсь. А зачем мы вскрывали? Очень много чего можно посмотреть. Очень много чего можно взять. А вот только тюльку от этого. Ни-у-я. Берей-то у нас нету с вами. А, вот здесь дверь есть. Блин, просто темно очень сильно. Зачем нам в подвал надо? Почему? Вот обычный чел. Доказалось, что глаза у него чёрные, как ночь. Как дьявол сам. Так, давайте, знаете, сделаем как. Применим с вами керосинку. Да, смотри, много. И поскользимся керосином. Неудобно. Соглашусь с вами. Блин. Спичка. Нет, не может быть. Не верю, что всё это взаправлено. Зачем мне говорили, что я теперь в безопасности, если всё начинается снова? Говорю, спичка не... Что-то там говорила про спичку. Испугалась, забыла. Короче, спичка не так удобна. Это хотя, хоть и шароёбится, но в целом... В целом нормально. Более-менее. Открыть железную дверь, он говорит нам. А, ну мы по-прежнему, да? По-прежнему можем выйти. А железная дверь у нас находилась... Ага, за поворотом. При этом этого поворота у нас на карте не было, по-моему. А, нет, подождите, была? Или нет, не было? У нас здесь генератор был, разве нет? У нас теперь отмычка есть. Ёпт вашу мать. Ай-яй-яй. Ого! Я быстрая даже без монтажа, прикиньте. Что ты хочешь сделать, я понятного вам? А, ломать. Отсюда я смогу попасть в комнату закрытую, говорит нам. Чечка наша самая. На самом деле, на самом деле, я бы, наверное, там закончилась. Что-то мы тоже, по-моему, слишком долго играем. Ладно, сейчас попытаемся хотя бы выбраться. А там придется главу заново, да, начинать? Это плохо. Ладно, давайте тогда пройдемся, как сможем, долго. Не дыши! Не дыши так громко! Это наш отец, нет? Этого не может быть! Ну, в целом, в целом, почему этого не может быть? Просто два человека пришли с маскарада. Черт, я здесь не пройду, нужно найти другой путь. Да, ебаный в рот. Блядь, иди. Мы просто сюда зашли, чтобы посмотреть, как один человек лупасит другого человека? Так мы можем новости включить в любой момент. Ой, ёй, ёй, ёй. Блядьки, в рот! Мы-то не с маскарада пришли, не трогай нас! Ну, если что, мы флэш. Новая запись в дневнике, выбраться из комнаты. Черт возьми. А, как черт возьми? Они чё, блин, выбрались? Это всё реально. Кровь, железная труба. Это не иллюзия, я не схожу с ума. Не в этот раз. Удар был такой сильный, что она прогнулась. Напоминает эту межность, которую судьи не надевают на головы. А ведь в наш дом раньше приходил судья. Как же его звали? Нортон? Подождите! Это он! Это о его смерти писали в газете! Как такое возможно? А другой человек в цилиндре? Он запер судью! Отправлюсь по их следам. Возможно, узнаю что-нибудь об исчезновении отца и о других пропавших. Он не поддаётся. Как он смог выбраться? Угу. Какой-то механизм лакирует дверь. Похоже, не достаёт несколько частей. И что? И как? Мы пока находим только бензин. Надо по всей мере это как-то перевернуть, но он не переворачивается. Да, ёб твою мать. Ну, пожалуйста. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. М-дям. М-дям-дям-дям. Ну, парик явно не одна из частей. Может быть, ты попробуешь всё-таки отмычкой воспользоваться? А, это та самая. Это, конечно, всё очень интересно и занимательно. Но нет. Ребят, наверное, давайте продолжим следующее. В смысле? Новая запись в Неке. Пройти по кровавому следу. Ребят, я серьёзно сейчас говорила. Мы, конечно, с вами умнички, красавчики, лапочки, зайчики и прочее. Но я предлагаю всё-таки на этом закончить, потому что серия достаточно большой оказалась. Я уже играю очень долго. Да. Блядь, как же интересно, пиздец. Ладно, вот на этом интересе... Ладно. На этом интересе мы с вами, пожалуй, закончим. Всем большое спасибо, кто досмотрел меня до конца. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки. Ставьте комментарии. Ну, или наоборот, как вам уже угодно. В общем, ребят, помогите, пожалуйста, этому видео. Как вы можете. В продвижении, да. Всем ещё раз большое спасибо. И всем пока-пока, увидимся скоро, буквально через несколько дней, в новой серии.